Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрея Макаров. По статистике количество пожаров в осенне-зимний период увеличивается. Причин тому несколько. Это и возрастающая нагрузка на электроприборы и рост числа возгораний из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании и растопке печей. И увеличение количества пожаров в домах из-за неосторожного курения. Не каждый пойдет выкурить сигарету на улицу, как летом. Минск чрезвычайный. Для того, чтобы в осенне-зимний и пожароопасный период минимизировать количество пожаров в жилье с 16 октября по 14 ноября в рамках республиканской акции «За безопасность вместе» в Минске проходят проверки домовладений граждан. К работе спасателей присоединяются работники ЖКХ, МВД, энергетики и другие субъекты профилактики. Прежде всего они посещают дома одиноких пенсионеров, одинокопроживающих инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении и людей из так называемой повышенной группы риска, то есть ведущих асоциальный образ жизни. Им напоминают о том, что в 98% случаев пожар – это дело рук человека, а также рассказывают, как не допустить пожар и уберечься от огня. Итак, для того, чтобы не стать погорельцем, МЧС еще раз напоминает о правилах пожарной безопасности. Помните, одна из частых причин пожаров в отопительный период – перегрузка электросетей из-за использования всевозможных обогревателей и других мощных бытовых приборов. Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. С точки зрения безопасности, использовать для обогрева комнаты можно только исправные и сертифицированные бытовые приборы. Ни в коем случае нельзя оставлять обогреватели включенными на ночь. Еще одна распространенная причина пожара в холодный сезон – это нарушение правил эксплуатации печей. Печь требует регулярного ухода. Прежде чем ее топить, надо убедиться в ее исправности. Трещины и зазоры в вкладке необходимо тщательно замазать глиной. Пожарную опасность представляют и трещины в дымоходах. Мелкие трещинки – это лазейки для открытого пламени на чердаке. Побеленный дымоход всегда укажет на такую трещинку черной копотью. Одна из распространенных причин пожаров в отопительный период – это перекал печи. Бездумно топить печь нельзя. При сильных морозах, чтобы избежать беды, это лучше делать дважды в сутки с некоторым интервалом. Горячую залу из печей нужно высыпать в яму подальше от строений, предварительно затушив ее водой, песком или снегом. Минск чрезвычайный. В рамках проводимой в эти дни акции за безопасность месте. Работники МЧС совместно с другими заинтересованными субъектами профилактики проверяют также чердаки и подвалы жилых домов. Ведь не секрет, что с приходом осени люди без определенного места жительства устремляются в город в надежде отыскать теплый угол где-нибудь в подвале, теплотрассе или чердаке жилого дома. Обосновавшись там, они не слишком заботятся о собственной безопасности, а уж тем более о безопасности окружающих. В результате такого соседства подъезды, подвалы и чердаки становятся потенциальной угрозой для горожан. Едкий дым не знает преград и заберется в каждую квартиру. А ведь взрослому человеку только для потери сознания достаточно нескольких глубоких вдохов. Нередко в огне и дыму гибнуты самые виновники, то бишь нелегальные субквартиранты. В Минске такие случаи регистрируются ежегодно. К счастью, в 2017 году столица обходится без подобных трагедий. Кстати, подъезды, подвалы и чердаки не единственное место обитания людей без определенного места жительства. С подступающими холодами минские заброшки перестают пустовать и обзаводятся временными хозяевами. В попытках прогреть жилье с помощью костра бездомные нередко провоцируют пожары. А если заброшенное строение еще в частном секторе, то огню ничего не стоит перекинуться на так любимый вами частный дом. Последствия такого расклада нередко самые катастрофичные. Только за последние три недели столицы на пожарах в неэксплуатируемых жилых домах погибли двое граждан без определенного места жительства. Спасатели пожарные всегда в боевой готовности. Однако именно от культуры каждого из нас зависит сохранность наших жилищ, подворьев, а самое главное – наша личная безопасность. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.